Приветствую вас, Анон. Я не очень, честно говоря, понял вопрос ваш в том смысле, что можно сделать с чем, сделать с чем, сделать чтобы что, да, то есть вы говорите, что можно сделать, и возможно ли, что мы можем быть вместе, это возможно. Как бы это для психолога, это возможно все что угодно, кроме того вы уже сами продемонстрировали то, что возможно, сами продемонстрировали то, что возможно. Я думаю, что проблема здесь заключается в том, что вы не уверены в том, что делать. Вы не уверены, вы боитесь осуждения, вы боитесь расстаться с женщиной. И вам будет очень тяжело, если вы расстанетесь. Я думаю, что вот в этом проблема. Проблема в том, что вы не уверены в себе, что вы боитесь осуждения, что вы стыдитесь этого. И мне кажется, что если что и способны разрушить ваши отношения с этой женщиной, то не муж и не какие-то обстоятельства, а только ваша неуверенность, ваша слабость, ваши страхи и неготовность идти против определенных устоев, если вы чувствуете. То есть если человек, условно говоря, мораль и веру ставит выше своих чувств, да, то это его выбор. Я не думаю, что этот выбор, он чем-то хуже или лучше любого другого выбора. Это выбор человека, это правда, это верно, это выбор. Но важно немножко другое, что у выбора, как у любого другого выбора, есть последствия. И вот последствия, они здесь таковы, что если чувство мне предаётся значимым, если чувства отодвигаются на второй план, на третий план, да, или если чувства проявляются краткой, там, стыдливо, прячется, вот, то это значит, что человек врёт сам себе. И если человек врёт сам себе, то он врёт и другому человеку тоже. И получается, что вы врёте себе сейчас в том, что вы любите эту женщину, потому что у вас есть с ней страсть. Страсть обычно скрывается, а любовь не скрывается. Любовь не боится осуждения. И я понимаю, может быть, это связано с тем, что вы ещё не греб, не греб, стоите на ногах, может быть, вы, там, ещё не научились самостоятельно жить и прочее, прочее, прочее. Так, начинайте. Не начинайте. То есть, мне, вам не тратить свои силы в таком случае нужно на, условно говоря, зимние отношения, на переживания по поводу того, что вы расстанетесь, вы на ноги остановитесь. Куда эта женщина пойдёт с двумя детьми, если она разведётся с мужем? Где она будет жить? Вот о чём вам нужно подумать. Это неудобно, это тяжело, это больно. Но если вы решили, что любите, если вы считаете, что это та самая женщина, то вам не просто нужно себе в этом признаться, что она станет частью вашей жизни. А вам нужно признаться в себе в том, что другие люди, которых вы любите, должны об этом знать, потому что в противном случае вы врёте. И да, они будут против, но это их право. И так будет презряться ваше чувство. А проверки у своих чувств вы боитесь. Почему? Может быть, потому что вы сомневаетесь? Может быть, потому что кроме желания быть с этой женщиной сейчас больше ничего нет? Но тогда дайте себе немножко времени. Не терапитесь. Попробуйте прожить то, что вам хочется быть столько сны. Попробуйте прожить. И когда вы будете готовы, без колебаний, рассказывать всем вокруг, как вы любите, тогда всё будет в порядке. А пока? Пока я думаю, что так. Страх осуждения. Страх осуждения. Это страх чего? Что в этом страхе осуждения вас? Вам больно? Я бы сказал, что здесь есть некий отголосок того, что вы неправильный. Что вы какой-то не такой. В том, что вас осуждает, потому что вы осуждаете сами себя. Вот парадоксально, да, но человек, который осуждает себя сам, он не может терпеть, когда осуждают его другие. Парадоксально, но когда человек бьёт себя, бьёт своих близких, он не может терпеть, когда другие бьют его или его близких. Это вызывает у него невероятную злость и агрессию. Не задумывались о том, почему? Я вам на этот вопрос ответить смогу. Дело в том, что человеку, как бы он не пытался скрыть, он тронул. Он, так или иначе, его настоящее, оно проявится. Его суть, она проявится. Как бы он не пытался её скрыть. И, например, осуждая себя, вы понимаете какую. Вы себя не принимаете, вы повторяете, как бы, когда вы себя создаете, вы просто повторяете наученные стереотипные фразы тех людей, от кого шли они, эти фразы. Но когда люди это говорят, вам становится страшно. Страх проявляет агрессию. И на агрессии, на адреналине вы, скорее всего, выезжаете. Вот. Вы выезжаете в бегство и так далее. Мне бы не хотелось совсем ещё уходить в дебры, но и совсем ещё уходить глубоко, но, может быть, эта женщина для вас является способом почувствовать себя мультариумом. Почувствовать, что вы можете идти против системы. Ну, то, что вы можете идти против системы, это, конечно, хорошо. А вот то, что вы используете женщину, для этого живого человека, это не очень нехорошо. Если однажды вам надоёт идти против системы, и вы решите всё, я хочу опять быть среди своей семьи, чтобы меня всё любили, чтобы меня всё бросили, чтобы меня всё уважали. Ага. А у вас зависит от живого человека. То, как называть вас друг, это, конечно, его мнение. Оно имеет право на существование. Вот. Я надеюсь, что подобное высказывание друга для вас приемлемо. Но рекомендую прислушиваться к тому, что он говорит. Не в том смысле, что не в семантическом смысле слова. То есть не прислушиваться к тому, что вы и правда, там, нехорошее слово на букву «Д». А именно прислушиваться к тому, какие реакции вас это вызывает. И поисследовать их. Поисследовать их. Может вам захочется что-то другу сказать. Может захочется что-то женщине сказать. Может быть захочется что-то маме сказать. Но как долго, как долго будет скрываться эта женщина? Еще один важный момент, почему «Друзья, дружба» пропала. Между вами, между вами и... А я вам скажу. Из-за требований. У вас появились требования. Ну, это точно можно назвать партизанами. Что-то я хочу от тебя. Того-то, 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 того-то. И знаете, это не любовь. Это страсть. Страсть говорит «хочу». Любовь говорит «возьми». Любовь отдает. Страсть хочет собрать. Поэтому, поэтому я рекомендую вам к этому прислушиваться. И вы можете потерять хорошего друга, если уже не потеряли. Если... Ну, совершенно разрушите отношения. Разрушите отношения. Женщины. Хочется так надеяться, что у нее хватит опыта мудрости, чтобы в случае чего остаться вам подругой. Готовы ли вы будете ее принять? Это большой вопрос. Мне кажется, что сейчас вы претендуете на такую реальность, где вас принимают с этой женщиной все ваши близкие, родные и друзья. Никто вас не осуждает и все вас понимают. И вам больно от того, что эта реальность невозможна. Но вы на нее надеетесь. И самое неприятное для вас здесь то, что вы действуете так, как будто эта реальность невозможна. В глубине души не принимают того факта, что вас не примут. Спросите себя, вот вы... Прямо сейчас. Прямо здесь сейчас. Вы на что готовы? А вот... Ради женщин. Спросите прямо сейчас себя. На что направлены ваши чувства к ней? Это... К какому желанию восходят? Просто порубиться. Разница в возрасте, культурные нюансы, культурные различия, традиции, традиционные различия. Все это не важно. Подобные отношения... Никак не влияют на традиции, никак не влияют на культуру. И уж возраст здесь ни при чем. Если есть... Любовь. А я думаю, вы не знаете до конца, что вы чувствуете. И я... Нет, я не пытаюсь вам сказать, что... То, что вы чувствуете, это не любовь. Я лишь хочу, чтобы вы восприняли эту ситуацию, как... Знак того, что вам нужно в себе разобраться. Как знак того, что у вас множество противоречий, страхов, сомнений, боли, обиды, требований и так далее. И все у вас это кипит. И это может помешать. Помешать построить отношения. Ну и... и... дети, конечно. Я к тому, что... Вам нужно будет общаться с людьми. Потому что... Дети, женщины... Это она сама. Не принимая ее детей, вы не принимаете женщин. Поэтому... Тут момент такой. Какой относится к видит. Потому что это не просто неизбежное зло. Дети. Это часть ее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи. Я надеюсь, что... Вы сформулируете обратную связь. И это послужит началом психотерапии. что значит таким образом, ここ не бояться. И теперь... да.